Сирена самосбора воет. На твоем этаже привычная картина. Стооны, губки смех, топот в сапог силовой брони. Звуки залпов огнемета. Звуки ногтей, скребущих о дверь. Мольбы открыть и запах смеси слизи и сырого мяса. Внезапно все заканчивается. Голоса в коридоре диктуют не разгерметизировать двери в жилые квартиры до полной зачистки этажа. Самосборы на твоем этаже становятся все чаще. А всех на этаже, с кем ты сроднился, все меньше двери все чаще снимаются с петель. Вдруг отец, бывший ликвидатор в отставке, посылает тебя к своему корешу на 454 этаж. Кореш, известный в узких кругах, контрабандист. Покупаешь у него настоящую половинку яблока и комок теста, не пропитанный слизью. Возвращаешься домой, мысленно вкушая яблочный пирог, поджаренный на куске силовой брони, которая осталась от службы отца. Следующий этаж твой. Идя, ты вспоминаешь, что отец канул еще пятилетку назад. И все, что от него осталось, это кусок брони, который вы с матерью бережно храните в твоей комнате. Самосбор подозрительно быстро прошел, а последствия устраняются порой по полдня. Ты на своем этаже видишь яркое мерцание сирены. Звук вдруг возвращается и начинает глушить тебя своим воем. Дверь в твою квартиру разгерметизирована. Из квартиры слышится зов отца. В руках вместо теста куча прилипшей слизи, медленно разъедающей твои руки. Понимаешь, что самосбор еще и не кончался. И тебе срочно нужно укрыться. Скребешься в соседнюю загерметизированную дверь. Твои слезы от всего происходящего переходят в гулки смех. Глаза закрывает красная пелена. Голос отца все ближе. Ногти все сильнее скребут дверь. А сзади слышны громкие шаги сапогов. Глаза закрывает красная пелена.